Сегодня поговорим о плохих привычках, которые отталкивают девушек. Первая плохая привычка и одна из самых противоречивых – оставлять поднятой сидушку унитаза. И большинство парней считает, что это обычное состояние туалета. Проблема в том, что когда вы живете с женщиной, или ваша девушка пришла в гости, и в 2 часа ночи в темноте она сядет на него, вы проснетесь от крика. Поменяйте эту привычку. Это пустяк. Пойдите на уступок, чтобы хорошо спать ночью. Вторая плохая привычка – не убираться в туалете. Эта штука называется ёршик. После того, как вы закончили свои дела и оставили следы, воспользуйтесь им, чтобы удалить все доказательства вашего присутствия. Хотя бы чистите ободок, не оставляйте волосы и следы мочи на нем. Следующая плохая привычка – вы не моете руки после туалета. 20 секунд. Вот как долго вам нужно мыть свои руки под теплой водой с мылом. Антисептик для рук – тоже вариант. Но большинство людей не моют свои руки вовсе. Начните мыть свои руки. Следующая плохая привычка – плохой уход за ногтями. Вам нужно взять за правило раз в неделю ухаживать за своими ногтями. Ваши ногти не должны быть длинными и грязными. Ножницы – лучший выбор. Щипчики тоже подойдут. Пилочка тоже не лишняя. Но проводите ее в одном направлении. Следующие две плохие привычки вы считаете нормальными, но все же, когда вы жуете, жуйте с закрытым ртом. Никто не хочет видеть эту еду. И никто не хочет слышать, как вы жуете. И когда у вас пища во рту – не разговаривайте. Когда вы говорите с набитым ртом, оттуда начинает вылетать еда. А это не лучшее зрелище. Следующая плохая привычка, которая отталкивает большинство девушек – когда парень скряга. Позвольте объяснить. Есть большая разница между экономным и скрягой. Если вы экономный, у вас не так много денег. Вы держите свои расходы под контролем, когда ведете ее на обед. Способны угостить ее хорошей едой по приличной цене, и у вас получится оставить достойные чаевые. Или позовете на обед, который едва можете позволить, и не оставите чаевые, несмотря на хорошее обслуживание. Друзья, вот что значит быть скрягой. Итак, следующая плохая привычка проявляется, когда ваше гостье остается у вас на ночь. Вы хорошо проводите время, ваш путь в спальню проложен, и когда она видит ваши простыни, сразу замечает, как они пахнут, что они грязные и жесткие. Стираете простыни раз в полгода? Нет, это не дело. И раз в месяц тоже. Нужно стирать постельное белье еженедельно. Постель – то место, где вы проводите треть своей жизни. Восемь часов в сутки вы спите. Уделяйте время кровати и постельному белью. Следующая отталкивающая привычка. Привет, как дела? А, мужик. Да не сильно. Не, я просто снимаю видео про плохие привычки и все такое. Вот в чем дело. Если вы ставите свой телефон важнее человека, который рядом, это плохой жест. Друзья, убедитесь, что вы уделяете внимание людям, которые рядом, а не телефону, который отвлекает вас весь день. В следующих двух привычках я поверен все время со своей женой. Не слушать с сопереживанием и всегда пытаться представить решение их проблем. У женщин есть такая черта – говорить, чтобы говорить. Они хотят разгрузиться, чтобы кто-то их слушал. И не обязательно предлагать решение. Это может быть очень неприятно, как парню. Ведь я всегда думаю о том, что у меня есть идеальное решение. Давай исправим это и пойдем дальше. Поймите, женщины не всегда работают таким способом. Следующая плохая привычка – избирательное слушание. Я знаю, что и у девушек такое бывает. Женщины, они более заботливые. Они обращают внимание на большее количество вещей. Мы, мужчины, очень сосредоточенные. Мы игнорируем определенные вещи. Проблема в том, что женщины ожидают от нас видения вещей таким образом, как видят они. Так что поймите, если вы будете окружены девушками, обращайте больше внимания на группу. И что происходит с отдельными ее членами, а не только с вами. Следующая плохая привычка – вы не платите на свидании. Вы можете сказать, что это устаревшее правило. Но поймите, что большинство девушек продолжают считать, что мужчина должен платить на первом свидании. Итак, если вы хотите соблюсти правильный тон, я бы порекомендовал вам попытаться заплатить на первом свидании. Даже если она сказала, что оплатит. Иногда это может быть такая уловка. Следующая плохая привычка, по моему мнению, отталкивает всех уважающих себя людей. Когда вы не держите свое слово. Ваше слово должно быть вашей клятвой. Когда вы говорите, что что-то сделаете, вы должны это делать. Не делайте своей привычкой говорить и не выполнять. Если вы не хозяин своему слову, оно укусит вас же. Следующая плохая привычка – если вы очень спокойный, пассивный, без собственного мнения. Друзья, это неправильно. Вам нужно что-то отстаивать. Вам нужно быть уверенным в себе. У вас должно быть мнение, и его стоит придерживаться. Поймите это. Да, иногда это может сделать вас непопулярным. Не всегда с вами согласятся. Но это нормально. Это жизнь. И женщин привлекают уверенные мужчины. Следующая плохая привычка – перестаньте забывать имена людей. Особенно ее. Вы встретились пять минут назад, ты подкатил к ней и не можешь вспомнить ее имя. Ты можешь называть ее милой, дорогой всю ночь. Но в конце концов она поинтересуется. Запомнила ли ты ее имя? Вот советы, как узнать ее имя, если вы его забыли. Когда берете ее номер телефона, дайте ей телефон, пусть она его напишет. И сразу запишите ее имя. Что касается меня, я запоминаю имена с помощью ассоциаций. Ее имя Мария. Я рос католиком. Дева Мария. Может, не лучшая ассоциация, но думаю, смысл вы поняли. Используйте ассоциации. Найдите способ запоминать имена. Следующая плохая привычка не только отталкивает девушек, но также считая, что путает множество парней. Вы всегда открыты для новых знакомств. Итак, если вы на свидании, хорошо проводите время, вы идете в туалет, и что вы делаете? Вы достаете свой телефон и продолжаете искать варианты в приложениях, несмотря на хорошо проведенное время. И это отталкивает большинство людей, потому что это показывает, что вы не можете брать обязательства. Вы даже не можете решить, стоит ли заходить дальше в отношениях. Друзья, поймите, это такой феномен. Я знаю много таких парней. У них тысячи вариантов, и они не знают, когда остановиться. Если вам интересно, посмотрите это видео. Я расскажу о сложностях онлайн-знакомств. В каком-то смысле это здорово, но также создает множество сложностей. И приносит много разочарования. Как раз из-за количества выбора. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если вы здесь новичок, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!